Веселое командное утреннее пробуждение и за работу. Впереди для учеников Одинцовских общеобразовательных учебных учреждений непростой день. Им предстоит немало потрудиться, чтобы продумать, разработать и визуализировать проект школы и их мечты. Вчера ребята продумывали образ школы настоящего, смотрели какие в ней есть вещи, которые хочется развивать, исправить. Потом они генерили ответ на вопрос, какой они хотят видеть школу будущего. И они написали много карточек в процессе групповой работы. Мы их все вместе вывешивали и классифицировали. И выделили, что получилось вот таких вот шесть больших групп, которые школа будущего должна развиваться. Школьная форма никак не влияет на качество обучения, уверяют ребята. Тяжелые книги стоит заменить на легкие гаджеты. Учебный процесс автоматизировать, а интерьер заменить на более современный и комфортный. Особое внимание уделили вопросам безопасности в школах и профориентации. Очень была сильная группа профориентации тоже. То есть это актуальная проблема о том, каким образом усилить, улучшить, ввести инструменты профориентации. Была интересная группа про личностный рост, каким образом школа должна развивать личность ученика, социализация. Как может школа вообще дать возможность ученику существовать в этом мире после окончания школы, ориентироваться в нем. Поэтому в старших классах необходимо углубленное изучение тех предметов, которые пригодятся в будущей профессии, уверены ребята. Это мотивировать детей на эти работы. То есть если они выбрали уже профессию, которая им нужна, значит они выбрали предметы, которые им нужны. У них появляется мотивация учиться. К удивлению организаторов, современные школьники обеспокоены и судьбой учителей. Чтобы говорить с педагогом на одном языке, необходимо привлекать молодой состав и, конечно, повышать заработную плату. У нас проблема заниженной ставки педагога равно заниженной мотивации педагога. Мы решили эту проблему решать через, как я уже сказал, повышение базовой ставки, через обеспечение сменяемости педагога. С так называемой болью или проблемами образовательного процесса определились. Теперь необходимо найти пути их решения. Это и станет результатом проекта «Школа будущего», который ребята разработают, визуализируют и представят главе округа и организаторам. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.